Сегодня наш вебинар посвящен очень важной и нужной теме, на которую обращает большое внимание Патриарх Святейший в Сеаруси Кирилл. На последнем пятом Общем церковном съезде по социальному служению он особо выделил эту тему и обратил внимание всех присутствующих на съезде о том, что наши храмы, должны быть адаптированы для разных категорий прихожан. В первую очередь он выделил людей на инвалидных колясках, но не только для них. Поэтому по продолжению нашего общецерковного съезда мы пригласили, попросили вице-президента фонда «Город без барьеров», кандидаты экономических наук, члены рабочей группы Международного союза объединения «Еврогород», который занимается проблемой безбарьерной среды, Чистого Сергея Владимировича, рассказать о том, как же нужно адаптировать прихрамовые территории для маломобильных прихожан. Я передаю слово Сергею Владимировичу и скажу, что наш вебинар, как всегда, будет состоять из двух частей. Первая часть — это будет рассказ Сергея Владимировича, его презентации. Вторая часть — это ответы на ваши вопросы. Поэтому просим сейчас все вопросы, вас интересующие, писать в нашей вкладке «Вопросы», и мы постараемся на всех них ответить. Итак, я передаю слово Сергею Владимировичу. Добрый день, уважаемые слушатели, уважаемые коллеги. Спасибо большое Веронике Лентьевой и отделу по церковной благотворительности и социальному служению за то, что они уделяют внимание этой важной теме. Она важна не потому, что здесь звучит слово «инвалид», а потому, что мы говорим маломобильные граждане, маломобильные граждане — это примерно где-то 35-40% вообще нашего населения, а в храмы, наверное, ходят еще больше. И это и мамы с колясками, это и временные люди с временными ограничениями по подвижности, например, после операций каких-то и так далее. Это и пожилые люди все, это и дети до 6-7 часто лет. Я вот недавно был в детском саду и смотрел, как ребята младших групп спускаются с третьего этажа вниз в свою группу из конференц-зала, там было мероприятие какое-то. Для них преодоление этой лестницы, 6 пролетов по 15 ступеней, ну это просто подвиг был. Я не буду описывать, это целое мероприятие. Вот таких людей очень много, и раньше в нашей стране их было меньше, потому что продолжительная жизнь маленькая была. Сейчас продолжительность жизни со времен войны увеличилась в два раза, потому что когда, скажем, средний возраст в нашей стране был 34 года, а основная группа инвалидов, это все-таки возраст после 55-60 лет, то, соответственно, вот такой когорт, какой массы людей, так сказать, раньше не было, и они как бы не представляли собой такой большой, так сказать, численности, в том числе избирателей, в том числе и верующих, и так далее, и так далее. А сейчас это стало проблемой, и архитектура вот реагирует на эти проблемы, и реакцией является вот появление архитектуры универсального дизайна, универсального в том плане, что он удобен и комфортен не только для отдельного человека, когда мы создаем эти условия для него конкретно в квартире, но и для всех людей, и человек, выходя на улицу, он не испытывает проблем, сложности своих с попаданием в любое место, в том числе в храм. В храме он находит, так сказать, нужные ему, так сказать, вещи, предметы, людей, место, где он должен находиться. И я считаю, что вот это такое гуманистичное направление нашей архитектуры, которое позволяет людям с достоинством ощущать себя в любых условиях, не просять чужой помощи и не нуждаясь в этой помощи. Вот об этом мы сейчас поговорим немножко. Ну, прежде всего, вот немножко хотел два слова сказать о понятиях. О понятиях, вот я показываю сейчас слайд, того, что является доступным храмом. Доступный храм, это прежде всего мы откуда начинаем считать? Вот ближайшие остановки общественного транспорта или остановки автомобильного транспорта, значит, она должна быть такой, чтобы можно было выйти из автобуса. Ну, если мы говорим о том, что эта территория городская, соответственно, это не является предметом заботы непосредственно храма, ну, по крайней мере, можно написать письмо или можно как бы просить городские власти, чтобы они решали этот вопрос. Ну, главное достоинство доступной остановки в том, что она находится на 30 сантиметрах от уровня дороги, и автобус низкопольный, если он есть, конечно, когда подъезжает к ней, то он становится на один уровень с этой остановкой, и можно уехать и выехать оттуда, и зайти, и выйти не по ступенькам, а по ровному, так сказать, плоскому полу. Дальше мы идем к храму, значит, должна быть информация о том, что от этой остановки в таком-то направлении находится храм. Информация, мы должны, мы позже поговорим об этом, не только визуальная, но и тактильная информация, звуковая информация определенная. Мы должны зайти на территорию храма, значит, открыть калитку, мы должны понять, войдя на территорию, где находятся основные сооружения, которые здесь есть. Хорошо это, если один храм, а если это монастырь, значит, соответственно, нам нужна какая-то информационная поддержка с тем, чтобы понять, что где находится, какие функции разные здания выполняют. Мы тоже об этом поговорим. После того, как мы нашли нужное нам здание, мы должны в него войти. То есть входная группа должна быть адаптирована для всех категорий инвалидов. Еще хочу повторить, что это не только колясочники, это опорники, это слепые, глухие. Вот основная группа инвалидов, на которую мы ориентируемся. Дальше, войдя в здание. Войдя в здание, инвалид или маломобильный прихожанин должен тоже понимать, где находится зона его целевого назначения, куда он пришел. И обязательно должен быть санитарный узел, потому что для основной массы опорников, инвалидов, колясочников и так далее, это является жизненно важным, так сказать, элементом наличия санитарного узла. Не обязательно он должен быть на территории самого храма. Но если это храмовый комплекс, может быть это отдельно стоящее здание, может быть временный санитарный узел. Часто берут на массовые мероприятия специальные передвижные, на машинах санитарные узлы. Они тоже вполне, так сказать, годятся и можно ими пользоваться, это не так дорого. И, наконец, следующий вопрос о том, что если это здание имеет много этажей, соответственно, я должен попасть на любой этаж этого здания. Нужна вертикальная какая-то платформа или лифт, который позволяет, так сказать, въехать. И, соответственно, если я попадаю на любой этаж, там тоже самое, такая же точная система. То есть я должен войти на этот этаж спокойно, там должен быть санитарный узел и там должны быть места целевого посещения адаптированы для этих инвалидов. Я, конечно, рассказываю идеальные случаи и я понимаю, что в храмах часто речь идет только о первом этаже, ну, максимум, так сказать, еще одном этаже, где в подклете, там иногда когда трапеза находится и так далее. Но вот начнем как бы с такой как бы теории. Значит, теперь вот, теперь, переходя к началу вот моего небольшого экскурса, я хотел бы вот показать такую схемку, которая показывает, каким образом нужно анализировать доступность при храмовой территории, какие элементы принимают участие в формировании вообще доступной среды на открытом пространстве, так сказать, там перед храмом. Ну, прежде всего я хочу обратить внимание на то, что это конструктивные элементы. Конструктивные элементы это поверхности горизонтальные, вертикальные, наклонные, наклонные поверхности, пандусы в том числе, выступающие части здания, ограждение территорий, поручни, деревья, кустарники, фонари, памятники и так далее. Вот это как бы еще состоится сама территория, и они должны находиться в определенном состоянии, которое позволяет как бы ими пользоваться. Дальше мы рассматриваем состояние путей движения, это тротуары, переходы наземные, ну, подземные редко бывают, но бывают, тем не менее. Лестницы, перила, стоянки автомобилей, стоянки общественного транспорта, остановки и непосредственно вход в само здание. Вот это является как бы элементами пути и движения. Ну, везде встречаются перепады высот, которые мы поговорим, как преодолеваются. Оборудование. Оборудование, которое находится на территории, сейчас его довольно много, но это и только столба освещений, водосточные трубы. Когда вот водосточная труба начинает играть, когда слепо идет вдоль здания храма, а там все время водосточные трубы, ему попадаются одна с другой. И вот он об них спотыкается, спотыкается. Значит, тут является таким элементом, который, ну, фактически мешает ходить. Значит, как-то надо решать вопрос тем, чтобы путь движения слепого того же человека, который идет по принципу правой руки со белой тростью, не пролегал, так сказать, в зоне расположения вот такого рода отдельно стоящих, так сказать, элементов. Очень важный элемент – решетки ливневой канализации. Потому что если они большие, и сами решетки, имеется в виду просвет решеток, туда может провалиться и кресло коляски, и каблук. И я забыл сказать, что вот мы шутим, конечно, но женщина на высоких каблуках – это тоже, ну, в какой-то степени элемент, не элемент, а, ну, является маломобильный. Потому что и тяжело и по лесцам ходить, и водосточные решетки очень влияют на это передвижение. Туда может трость попасть, туда могут попасть какие-то другие предметы, которыми мы пользуемся. Скамейки – очень важный элемент доступности при храмовой территории. Они должны быть определенной высоты, и главное требование по скамейкам должно быть спинка и поручни. Потому что встать без поручни практически невозможно. Если человек страдает каким-то спинномозговым заболеванием, сидеть без спинки невозможно. Значит, если скамейка без спинки и без поручни, я считаю, что просто про них следует забыть, так сказать, оформляя прихрамовую территорию. Таксофоны – тоже важно очень, и в плане информационной, так сказать, там помощи, и в плане того, что они должны быть, так сказать, на нужной высоте. И сейчас они электронные такие, красивые, очень функциональные, но надо понять, так сказать, какие кнопки нажимать, если плохо вижу, это целая проблема. Банкомата нет, светофоры по-разному иногда бывают, иногда не бывают. Лифты и подъемники на открытой территории, смотря какая высота, киоски или палатки, с которой что-то продают, постоянно встречаются. Они тоже должны быть адаптированы. Имеется в виду, что, по крайней мере, должен быть подъезд к ним. И если подъезжает колясочник, то высота прилавка должна позволять ему совершить, так сказать, покупку, не испытывать проблем никаких. Ну и такой важный элемент, как урны. Вот и все это не должно стоять, вы понимаете, на путях движения. Вообще, самое главное достоинство как путей движения – то, что они пустые. То есть, если там ничего нет, это вот как бы работа сделана хорошо. Система активной навигации и информации. Очень важные элементы открытого пространства. Почему? Потому что, если мы в здание входим, там как бы есть стенка, и стенка, она формирует уже какую-то навигацию, если коридор длинный, скажем, там берет, там можем посмотреть, посчитать, или палочкой постучать, то на открытой территории мы ориентируемся, прежде всего, на какие-то элементы напольные. Ну, что просят тоже слепые обычные открытые территории? Су-бу-бортик был обязательно. То есть, если человек выходит такой, на большую площадь, там нет никаких элементов, за которые он может зацепиться в плане обозначения пути движения, вот куда ему идти? Вот яркий пример – это, вот сейчас реконструирована была площадь перед, то есть, Сергей Лавры, это город делал, и огромная площадка совершенно без каких-то признаков направления движения. Как понять, куда идти? Это фактура поверхности, может быть, разная, которая показывает, здесь опасно стоять, а здесь не надо, здесь надо поворачивать направо, здесь идти нужно дальше. Обычно там те места, которые, значит, опасные, их обозначают фактуру поверхности в виде брусчатки, по которой не стоит вообще ходить. А поверхность, для которой нужна для прохода, она более каким-то ровным материалом, или плитка, или асфальт, или другие. Система активной навигации – это разного рода сервисные обозначения, ну, графика, да, стенды, акустические системы. Акустическая система – это определенная музыка или звук, на которую мы идем, так сказать, входя на, как бы, хромовую территорию. Но вот здесь самые, такой, благодарные элементы, понимаешь, он не может все время звучать, ну, это звон колкола, это, как бы, ярко выраженный такой, можно сказать, районного масштаба системы навигации. Потому что, идя на звон колкола, мы понимаем, что мы идем, как бы, к храму. Они бывают тоже разного рода, и индукционные, и радиосистемы такие, акустические. И многие системы, из которых позволяют ориентироваться внутри, так сказать, этой территории, то есть, которые меня ведут, как навигатор. Тактильные планы – очень интересная вещь, она украшением является каждого храма или монастыря, потому что многие, не только слепые, но и зрящие люди, щупают руками, смотрят, а для слепого человека это, фактически, как карта местности, получается. Информаты. Информаты – это такая вещь тоже любопытная, она уже стала недорогой, потому что раньше, когда они первые появились, они стоили там миллион рублей, полтора миллиона рублей, сейчас уже где-то порядка 200 тысяч, 100 тысяч, даже меньше уже есть. Но суть информата не в том, что там большой экран, и там много разной информации, а в том, что за информатом есть, допустим, система или служба сурдопереводчиков, которая может, я к примеру говорю, при необходимости, находясь там или около храма, или внутри храма, можно вызвать сурдопереводчика и переговорить на троих с персоналом, переговорить с кем-то из священнослужителей, и это как бы помощник, транслятор, так сказать, для глухих их желаний, их возможностей. Ну и последнее – это знаки. Ну, знаки имеются в виду пешеходные, указывающие, информационные и прочее, прочее. Система пассивной навигации. Пассивная навигация на территории – это какие элементы мы анализируем в этом случае? Тактильные. Тактильные элементы – это и тактильные элементы, вот которые все привыкли, говорят, пупырышки там или линии. Это имеется в виду тактильные наземные указатели с консообразными рифами, с продольными рифами. Ну, я не думаю, что их стоит активно применять там на территории монастырей и храмов. Ну, в какой-то степени, да, обозначая лестницы, обозначая какие-то опасные места, но все-таки это больше вопросы для больших пространств, типа улиц, площадей, там, в таком духе. Ну, с моей точки зрения, я, может быть, здесь вступлю в определенное противоречие с многими специалистами, но я считаю, что применение тактильных наземных указателей внутри храма избыточно. То есть там достаточно других средств, с помощью которых можно, значит, обеспечить вот навигацию и передвижение, сформирование плохо идентичных людей о том, что можно, что нельзя делать, все, что рекомендуется. Обязательный элемент пассивных систем навигации – это контраст. Я должен видеть край дорожки, я должен видеть, что эта дорожка поворачивает, я должен видеть край ступени, первую ступень, последнюю ступень. Я хорошо должен понимать, что здесь дверь, вот здесь ручка и так далее. Поэтому, когда мы говорим о формировании систем контрастов, то я должен, как бы, читать ту местность, на которую я прихожу. Поэтому, к примеру, я хочу сказать, что вариант, когда и полостены выкрашены почти в один цвет и тон, но это ярко выраженный случай, когда это правило не соблюдается. Все отдельно стоящие предметы, которые мешают ходить, обязательно должны быть контрастными, то есть они на фоне зелени или здания, или стенки, или они должны быть хорошо видны. То есть мы даже не скрывать, а наоборот подчеркивать и говорить, что да, вот обратите внимание, здесь стоит опасный предмет, может быть, даже какие-то полоски там контрастные делать по нему, с тем, чтобы было понятно, что это место повышенной опасности. Цвет и свет, ну, примерно то же самое, потому что контраст, он может обеспечиваться светом, светом, тенью. Для того, чтобы разобраться, достаточно ли контраст, можно сфотографировать, убрать цветность и посмотреть, виден ли предмет или не виден в этом случае. Очень важные, интересные, так сказать, тоже опыты есть по, и тоже в храмах по обозначению мест целевого посещения звуком. Я вот уже говорил о колоколе, но это и какие-то, и другие, так сказать, там звуки. Есть аналогичные, люди думают тоже о том, как, допустим, места обозначать запахом определенным, и для слепых это очень важно. Я недавно беседовал с одним слепым, он говорит, а я был, так сказать, там в таком-то городе, и я видел. Я говорю, как же ты можешь видеть? Он говорит, вы не понимаете, вот вы видите только глазами, а я вижу и тактильно, и слухом, вот чуть ли не душой. То есть, вот у него, как бы, набор чувств, которыми он видит, он достаточно богатый. И он просит, вы, как бы, меня, как бы, информируйте разными средствами, и для этого дает, как бы, вот им общую картину того, где они находятся. Форма, да, тоже очень важная вещь, очень важная вещь в системе пассивной навигации, потому что одинаковые формы, они, как бы, задают определенные направления движения. Ну, например, если я, там, ну, я так условно скажу, там иду по зеленой дорожке. Вот зеленая дорожка, там, идет от входа на территорию к входу к храму, а там красные дорожки, это дорожки для отдыха, к примеру. Значит, расположение одинаковых, так сказать, элементов и прочее. Порядок расположения оборудования, да, важно. Почему важно? Речь идет о том, что, когда мы обеспечиваем систему вот такой навигации, информационной поддержки, она даже вот непрерывная. То есть, я в любом месте, где бы я ни находился, я должен за что-то зацепиться, чтобы понять, где я и куда мне идти. Или хотя бы к кому обратиться, чтобы мне помогли. Ну, вот так вот, в двух словах, примерно, немножко тоже еще теории. Я хочу сказать, что мы вот опрашивали в 2013 году тысячу людей в Москве, и вот спрашивали их такие вопросы. Это к вопросу о том, как инвалидов и мобильных граждан, так сказать, как они оценивают ту среду, в которую они попадают. Вы падали хотя бы один раз в год? Половина говорит, что да, падали. А боитесь упасть? 92% говорят, что боятся упасть. 92%. Вы ощущаете дискомфорт, когда выходите на улицу, на прогулку? 93% говорят, да, ощущаем. Ну, вот такой примерно порядок отношений нашего, как бы, старшего поколения, вот в той среде, в которой они находятся. То есть, она, в общем-то, агрессивна достаточно для них. А фонд общественного мнения, вот я хочу сказать, опрашивал наших граждан в 2014 году и спрашивал, что нужно сделать, в первую очередь, для улучшения жизни инвалидов. Только 5% сказали, что улучшить условия комфортного их перемещения. А когда спрашивали, почему? Они говорят, а что вы хотите? Инвалиды же им свойственны, и примерно половина, почти половина инвалидов, половина граждан нашей страны отвечала, что инвалидам свойственна бедная жизнь, зависть, здоровая людям, слабость, беспомощность, уязвимость, застенчивость, неуверенность в себе, капризность, мнительность, подозрительность, нервозность, ну и так далее. В общем, портрет такой, как бы, очень нелицеприятный. Но это, тем не менее, это, как бы, такая температура отношения к тем людям, которые, казалось бы, наоборот, нуждаются именно в ласке, опеке, в любви и в заботе. Все основные позиции, о которых мы дальше будем говорить, они заданы вот этими вот размерами. Значит, главные размеры, о которых мы должны думать и смотреть, формируя, так сказать, вот, при храмовой территории, вход в храм, это мы, как бы, их рассчитываем, исходя из прохода инвалидов колесников. Почему? Потому что они наиболее габаритны по размерам, и, соответственно, если они пройдут, то все остальные, ну почти все остальные тоже, как бы, пройдут. И для них это будет комфортно и удобно. Ну, базовые размеры, это, вот, 90, это ширина человека на коляске вместе с руками, 90. Ну, а нормативная ширина дорог и проходов, это 120, а для того, чтобы разъехаться встречно, нужно 180. Если делается 120, то, соответственно, надо дорожка, то, соответственно, нужно какие-то карманы или места, где можно разъехаться через каждые, там, 25 или 50 метров, ну, по возможности, конечно. И второй габаритный размер, это, вот, я бы, пожалуй, только два бы упомянул, вот этот вот, 90, и второй габаритный размер, метр сорок. Метр сорок, это нужно для того, чтобы развернуться на 180 градусов. То есть, если я или я должен какие-то места иметь, где нужно развернуться, либо я ширину дороги должен иметь такую, чтобы я мог развернуться вокруг своей оси. Если разворот идет, значит, на 180 градусов, то есть нормативные требования, это метр сорок. Ну, соответственно, дорога чуть шире, дорога считается в этом случае метр пятьдесят. Значит, тогда я могу, если что-то я раздумал куда-то ехать, развернулся, поехал обратно. Потому что в альтернативном случае разворот, ну, как машина, когда разворачивается в русском пространстве, вот эти мелкие движения возвратно-поступательные, ну, это может быть здорово, но, как бы, это не тот сюжет. Ну, некоторые люди очень умелые поднимаются на два колеса и разворачиваются. Ну, это не стоит. Это не наш случай. Очень важные элементы, это обоснование уклонов. Это не только пандусов, а уклонов на местности в том числе. Я хотел вот на этом рисунке просто показать, что, почему эта проблема важна. Потому что центр тяжести достаточно высокий у коляски и при уклоне продольном, то есть вдоль которого мы идем больше, чем 5 градусов, фактически человек, сидящий на колесе, а коляска обычно для того, чтобы удобно было крутить, нужно сидеть на колесе. Отклонение больше 5% приводит к тому, что центр тяжести перемещается за ось и, ну, в общем-то, я нахожусь на грани падения. То есть любое движение случайно, например, так вот я ухо почесать захотел, уже может привести к тому, что я могу упасть. А очень часто инвалиды сзади возят тяжелые рюкзаки, потому что там у них вещи находятся. Поэтому там, где там центр тяжести, я уже даже сказать не могу, в зависимости от тяжести рюкзака. Ну и поперечный углон, он еще меньше, потому что колясочка, если продольная длина коляски там метр 20, то метр 25 там с ногами, то поперечная всего 90. Опять центр тяжести высокий. И всего перемещения меня на 2% в сторону фактически дает, создает для меня угрозу, так сказать, для падения. Поэтому вот эти уклоны, это, пожалуй, одно из самых важных, что нужно, так сказать, иметь в виду, когда мы вот формируем прихрамовую территорию. И когда кто-то говорит о том, что не счет там пандус высокий, это говорит о том, что только мы говорим о том, что эти люди должны, не могут сами, так сказать, ехать в храм. То есть надо кого-то ждать, просить кого-то. Да, эти проценты высчитывают следующим образом. Берется высота уклона и, да, высота уклона, вот эта высота, но в любом месте, и длина до угла, как бы. Вот соотношение двух катетов этого к этому, умноженное на 100%, дает вот эти нормативные 5 и 2% уклона. Значит, еще ошибкой типовой является обычный такой, когда берут вот эту длину, то есть длину гипотенузы. Но в данном случае нормативно надо считать, для того, чтобы правильно, корректно было это соотношение, это как бы проекцию вот этой гипотенузы на Землю. Соответственно, это мы берем вот это расстояние, два катета, один катет другому катету. Ну, территория, ну, территория, прежде всего, когда мы ее начинаем планировать, мы, естественно, должны выделить пути движения. Пути движения должны быть заметные, заметные, они должны еще, говорю, обладать определенными размерами, нормативными. То есть, это минимальная ширина, вот минимальная ширина, просто физическая доступность, это 90, комфортная ширина 120, 150, это уже я могу разворачиваться, а 180, это можно два человека, которые идут друг навстречу другу, две коляски, неспокойно как бы разъезжаются. Ну, в каждом случае решается по-своему. Если дорожка узкая, тогда делаются специальные карманы, где можно разъехаться или переждать, пока встречный человек проедет или пройдет в том числе. Потому что если 120, то даже разойтись нельзя, то есть, это фактически колясочник занимает всю плоскость пространства. Для того, чтобы оформить основное направление движения, вот существует вот такой очень важный элемент, как цвет и цвет и фактура дорожек, и мы как бы вот активно пользуемся, вот показываем, каким образом, если это площадь, допустим, либо если это какая-то территория с памятником, который очень часто у нас стоят, то как бы плоховидящие люди тоже могут сориентироваться, куда идти. Мы как бы говорим, что наиболее комфортные пути движения наиболее гладкие. Чем менее они, так сказать, приоритетны, тем фактура поверхности на Никтоской становится все более и более некорректной. И самая плохая поверхность, по которой вообще не стоит ходить и даже не заходить туда, это, возможно, брусчатка со сферическим верхом или с колотым верхом, по которой, ну вообще всем людям неудобно ходить. Но это все должны понимать, что и не надо как бы сюда ходить. То есть пути движения они как бы должны быть гладкие. Тогда вот игра между гладкой поверхностью и негладкой, она создает вот эту вот как бы первичную как бы ориентацию людей в пространстве. И они понимают, что если находятся на гладкой поверхности, это безопасное место. Они могут не волноваться. А если вышли на какую-то другую поверхность, там что-то может, так сказать, случиться или проехать, к примеру. Стыковка. Та же тема, стыковка второстепенных дорожек и основных дорожек. Она должна быть тоже как-то маркированная. И прежде всего, либо по цвету, либо по фактуре, мы как бы основные дорожки, обычно они шире. А как узнать, вот тоже идет слепой человек, как узнать, что он дошел до основной дороги. Значит, должна поменяться фактура поверхности или быть какой-то участок, который должен обозначать, что начинается дорога. Либо это вот тактильные эти указатели, как я говорил раньше, с направляющими рифами. Либо это тактильные указатели с конусообразными рифами. Тогда мы говорим осторожно. Что такое конус? Это осторожно. Что-то там дальше непонятное. Стой. Лучше, так сказать, заранее посмотреть или спросить, что случилось. И места таких пересечений, ну да, желательно для остальных, так сказать, формировать каким-то другим цветом, тоном. Может быть, там, не знаю, еще разные варианты существуют. Вот еще такие варианты обозначения пересечения, что это перекресток, так сказать, мы показываем, ну, это образный, как бы, вариант. В каждом материале, это по месту уже, как бы, решать, мы показываем вот такими полосами. Очень важный момент, как узнать, где можно отдохнуть. А честь, ведь при храмовой территории, она должна, кроме прохода, обеспечить возможность отдыха людям. Потому что каждые, ну, 50 метров, вот нормативно, мы должны размещать какое-то место отдыха. Мы попозже покажу, как они формируются, эти места отдыха. Но места отдыха должны быть узнаваемы. То есть, опять-таки, как можно узнать их для плохо видящих, изменение фактуры поверхности или цвета. Ну и еще раз хочу вернуться к вопросу о том, что скамейки, урны, значит, места отдыха, они должны располагаться на путях движения. То есть, они должны быть вынесены в какие-то карманы, с тем, чтобы сама дорога была свободна от каких-либо предметов вообще. Ну вот, важный элемент, важный элемент очень, когда для маленьких, застесненных пространств, мы говорим, это использование вот таких вот скруглений. Я могу сказать, что если вот скругление идет радиусом 50 сантиметров, то оно экономит где-то, вредка, там, 30 сантиметров ширины дорожки. Я вот на этом рисунке, мы хотели показать, что вот пришление дорожки 90 сантиметров, вот в этом случае повернуть невозможно, потому что человек натыкается на бордюры и габарит колясок не позволяет ему развернуться. Те же 90 сантиметров при скруглении спокойно совершенно поворачивает. Значит, это и внутри зданий, и на прихрамовой территории такой важный очень элемент, но делать его нужно все-таки культурно и цивилизованно. Не нарезая, так сказать, там, прямой камень на куски и создавая, ну, в общем, такой, достаточно неприятный, так сказать, элемент дизайна этих поверхностей, а использовать специальные полукруглые камни, они гранитные бывают, они бывают и бетонные. Вот здесь я показал разные, так сказать, там камни, и эти камни в этих местах, они должны достаточно быть контрастными по отношению к самой дороге. То есть вообще, как бы бордюрный камень должен отличаться вот по цвету, по тону, от полотна дороги, по которой мы идем. Значит, природа нам дает огромное количество разного рода контрастов. Вот я в качестве примера взял граниты, только гранит, а кроме гранитов еще есть много других камней. Бетон сейчас красится в любой тоже цвет, если нужно это делать. Это добавляет там, не знаю, там 2% стоимости бетона, но создает, так сказать, дизайн и создает, так сказать, красивый экстерьер, так сказать, этих мест. Информационная система поддержки. Ну, да, я показываю это информаты. По информатам главный вопрос, конечно, что, во-первых, система управления позволяла управлять ими, то есть она ходила достаточно низко. И очень много там информации идет, в том числе, например, там могут быть карты, там могут быть системы вызова, так сказать, экстренных служб, там могут быть 3D-навигация, так сказать, по этому зданию, чтобы можно было посмотреть, а мне нужно пойти, допустим, в трапезную. Ну, где там трапезная? Там в монастыре, там даже сейчас, я вот, в нижнем было там 6 или 7 зданий. Вот пока внутри здания тоже я могу посмотреть эту систему навигации. Вот это разного рода информаты, они по цвету, по тону, то есть самые разнообразные. Их можно подобрать так, что они будут не видны вообще, могут быть видны. Это система радионавигации внутри территории. Радионавигация, это когда я попадаю в здание и у меня в телефоне идет, так сказать, там маленький сигнал, который усиливается по мере приближения, так сказать, там куда-то. А это индукционная петля, она работает по принципу, если я попал в какой-то, то есть для радионавигации должен быть радиомаяк. А для индукционной навигации я попал когда в петлю, скажем, ну какой, туалет вот, к примеру, да. Значит я иду по мере усиления сигнала, а сигнал либо в специальном приборчике, который мне дают, либо в моем телефоне может раздаваться, либо он просто ощущает, так сказать, присутствие вот этого электронного элемента внутри этой индукционного поля и мне показывает там большее количество столбиков там на экране моего телефона, к примеру, я еду по этому экрану. Вот это система информационной поддержки, мнема схемы. Мнема схема немножко, конечно, она, ну с моей точки зрения, не простовата, но зато она дает какое-то понимание всем людям, не только плоховидящим, что за территория, где что находится, в каком здании, значит, она может быть с подсветкой, может быть без подсветки. Вот это здание территории, так сказать, там прихрамовой. Есть, сейчас делают очень интересные тактильные модели целых больших территорий, районов. Ну вот я хотел показать, что просто как элемент украшения, как украшение. Вот в Мюнхене я видел там около каждого метро вот такие красивые бронзовые, ну можно сказать, я не знаю, памятники, не памятники, а скульптуры районов как бы находятся. И все люди подходят, щупают, их с удовольствием изучают. А для слепого это, я уже говорил, это как бы карта местности. То есть для слепых очень как бы этот момент уважают. Ну вот такая же в Стокгольме, один из местных больших храмов. Есть вот внутри больших территорий, тоже монастырских или храмовых, вот такие специальные тактильные планы, которые можно взять как бы на прокат и по ним двигаться. То есть я иду и веду пальчиком по той линии, по которой я нахожусь. Если необходимо, иногда их сопровождают каким-то звуковым усилением. То есть если я куда-то не туда пошел, а я заранее могу одну из этих кнопочек нажать и сказать мне нужно сюда. Метод как бы вот усиление или уменьшение звука подсказывает, так сказать, правильную иду или неправильную иду. Вот это один из храмов в Бельгии, башня Бифа. И вот так вот я хотел показать тоже, да, по зданиям. По зданиям. Но это тоже такой элемент очень информационно насыщенный для слепых, когда вот они могут понять, что же они видят. Еще слепые говорят, что мы видели. А на вопрос как вы видели, они говорят, мы видим разными чувствами. Перепады высот на открытых пространствах. Очень важный вопрос. Они преодолеваются тремя доступными как бы способами. Первый способ наиболее простой это лестницы, второй пандус и третий лифты. Ну а давайте начнем с лестниц. Ну, конечно, хорошо, когда нет перепадов. Кстати, а может быть и нет, потому что перепад создает интересное, интересное обычно пространство. Но оно должно быть грамотно как бы решено. Значит, интересное пространство стоит в том, что у лестниц есть определенные правила как выполнения этих лестниц. Какие эти правила? Они самые простые. Но как жизнь показывает, самый простой является самым в нашей жизни самым сложным. Ну, например, должны быть одинаковые ступени. Как правило, первая ступень маленькая, верхняя ступень тоже маленькая. Маленькая потому что там, когда перекладывается асфальт или плитка, обычно кладут одно на второе и получается она там сантиметров пять, там, иногда вообще утопает, так сказать, там, верхняя ступень обычно большая, потому что тоже сверху кладут, не убирая, так сказать, идущий слой поверхности. И вот мы получаем такую штуку, когда мы идем по ступенькам, все время мы привыкли к тому, что нормативная ступенька должна быть там 12-15, но это не значит, что на одной лестнице может быть и 12-15, они на одной лестнице должны быть вообще абсолютно одинаковыми. Возникает моторная память, вдруг одна ступенька неправильная, мы падаем. Это вот классический элемент, так сказать, повышенное место, повышенная опасность. Поэтому, кроме того, что ступени должны быть ровные, они должны быть снабжены поручнями, потому что поручень, он говорит о том, что началась лестница, и самое главное, поручень говорит о том, что лестница заканчивается. И еще один элемент, я не буду так много говорить про лестницу, но все-таки очень важно, чтобы видеть и хорошо понимать, что вот эта первая ступень, это последняя, что вот закончилась лестница уже, и видеть желательно край ступени. Потому что если я не вижу край ступени, то я иду как бы по пространству, которое, ну, вроде как ровное, а то оказывается, что надо много еще вниз заносить. Вот прорабатывая вопрос, как обозначить край ступени, вот такие вот мы рисовали варианты разные, середины иногда, иногда вот такими черточками, так сказать, пытались обозначать, ну, просто чтобы визуально, так сказать, зафиксировать, что это край ступени. Вот есть такие варианты обозначения край ступени, то есть это формирует, скажем, площадь перед лестницей и после лестницы контрастная, а сами ступени должны быть, ну, скажем, если она темная, вот как в данном случае, в данном случае темная, то, а сами ступени светлые. Да я понимаю, что здесь лестница, а это плоские поверхности, здесь и здесь. Но здесь край ступени, каждый обозначается, здесь обозначается первый и последний. Вот я хочу обратить внимание на этот элемент маленький, очень важный. Когда я дошел до первой ступени, мне еще нужно вперед руку потянуть обязательно, чтобы было еще сантиметров 30, за что держаться. Многие люди в храмах, в храмах поручни заканчиваются вот здесь, то они разворачиваются спиной и, держась за этот поручни, спускаются вниз. Но это просто недопустимо. Ну, это вот пример лестницы, пример лестницы с формированием разного, с контрастом между самой лестницей и площадью до и после. Вот, а когда мы подходим к лестнице, хотелось бы тоже дать понимание, так сказать, плохо видящим людям, что она начинается. Поэтому здесь обычно какая-то другая поверхность бывает. Не обязательно конусообразные рифы, но по нормам за 8 сантиметров должны быть конусообразные рифы здесь и здесь, на открытых площадках. Вот, но это может быть там другая фактура поверхности. И дальше сама лестница. И здесь вот достаточно корректно сделан этот вот финишный пандус. Я вам хочу сказать, что когда кто будет делать, вот эти вот хвостовые элементы, они крайне устойчивые, поэтому обычно сюда еще вторую какую-то планочку прикрепляют, с тем, чтобы обеспечить устойчивость вот этой части, значит, поручня. Ну, то же самое, только в другом варианте. По поручням, по лестницам требования по высоте поручней вот в этих местах, не в этих, а в этих местах, 90 сантиметров и 7 сантиметров, это имеется ввиду для детей. Но что очень важно, чтобы эти вот поручни были разнесены по вертикали. То есть, если они один по другим, нижний взять практически невозможно, все время рукой цепляешься за верхние. Но это вот, как бы, довольно существенно. И в лестницу очень важно, чтобы вот эти вот боковые ступеньки, которые здесь есть, обязательно сопровождаются бортиком. Потому что люди, идущие и плохо себя, так сказать, ощущающие, они держатся за поручень. У них сюда может либо нога соскользнуть, либо палочка, либо костыль. Поэтому вот бортик должен быть обязательно, причем такой, чтобы в этом месте он выступал хотя бы на 5 сантиметров выше от лестницы. Почему там 100? Метка 100 почему? Где? Начала лестница. Ну, вот это в данном случае просто обозначали 100 сантиметров площади после лестницы. Вот здесь вот сама ступенька займет еще сантиметров 20-30 и остатка останется под тактильной поверхностью. Вот из этого расчета. Ну, это есть проектов, вам пока вопросы какие-то. Ну, вот в качестве такого дублирующего элемента, и в нормах написано, что лестницы должны обязательно дублироваться пандусами. Потому что колясочники, дети на колясках и так далее, они как бы велосипедисты в том числе там или просто плохо ходящие люди, много людей, кстати очень много людей, которые не могут ногу поднять там больше чем на 5 сантиметров. Для них лестница является препятствием. Они как бы должны дублироваться пандусами. Но пандус имеет такие же требования по уклонам, как я и говорил. Это не больше чем 5 процентов продольного уклона. То есть это на метр подъема 20 метров нужно иметь горизонтальной проекции наклона. То есть, грубо говоря, вот если я хочу на метр подняться, уклон должен быть более чем 20 метров. И пандус имеет такое же большое количество разного рода нормативных требований. Они не потому, они не потому что люди вредные, а просто это из опыта жизни складывается. Вот здесь из нашей тоже будущей книги я хотел показать рисунок входной группы, которая так вот, скажем, объединила в себе, так сказать, все элементы, которые могут быть теоретически даже на этой входной группе. Я хочу, про лестницу я уже рассказывал, а вот про пандус хочу сказать, что тоже наклонной поверхности, ширина пандуса, давайте вот с этого начнем, ширина пандуса не более чем 90 на максимум метр. Это связано с тем, что когда колясочники поднимаются по пандусу, то они поднимаются, используя поручни нижние, не 90 сантиметров, а 70 сантиметровые поручни, для того, чтобы подниматься наверх или спускаться вниз. Дальше должны быть обязательно площадки для отдыха горизонтальные через каждые 8-9 метров наклонной поверхности, чтобы люди отдохнуть могли. Ну и пандус обязательно должен иметь бортик, чтобы ни колесо, ни палочка, ни нога с этого бортика как бы не съехали. Ну, есть еще другие как бы требования, но они ну, должна быть освещенность пандуса, не скользкая поверхность у пандуса обязательно и так далее, и так далее. Для того, чтобы пандусы были комфортные, да, они сопровождаются поручнями, и мы требования по поручням, вот мы говорим, они должны быть непрерывные. Что такое непрерывная поручень? То есть мы взялись за него и по нему, идя-идя, пришли к двери. Вот это вот как бы непрерывный поручень. Входная площадка перед самим входом, очень важный момент, как ширина этой входной площадки. Я скажу просто принцип какой. Значит, вот открылась дверь 90 см, дверь, а если меньше 90 см, то колясочник как бы не проезжает. Значит, дальше на этой площадке должен спокойно расположиться коляска, не попадая в проекцию открывания двери. То есть он должен подъехать, взять дверку, и она должна спокойно открыться. Соответственно, вот ширина, если пандус идет, а дверь располагается не как вот у нас нарисована, а вот на этой поверхности, то вот это вот все расстояние должно быть 90 плюс метр сорок, который составляет коляска, ну, с учетом там разворота, если нужно, то есть получается два тридцать. Если это боковой подъезд, то мог быть за счет того, что здесь создается дополнительное пространство, вот эта ширина как бы меньше. Но в любом случае это 90 см, плюс тактильная поверхность, которая обозначает начало лестницы, первая ступенька контрастная, последняя контрастная, край ступеньки выделен. Вот это вот как бы с нашей точки зрения идеальный пандус, идеальная входная группа, которая может, так сказать, быть в храме. Вот хочу обратить внимание на вот эту вот конфигурацию вот этих поручней, она сделана специально, чтобы не ходить вот по этому гребешку, который здесь вот угловой находится, потому что я считаю, что это как бы является местом опасности, и ходить по него как бы не стоит. Ну, есть требования определенные к ручкам. Вот поручень я показываю, что такое поручень с разнесенными верхним и нижним рядами. То есть это вот по вертикали они как бы разнесены немного. Два слова про двери. Я уже говорил о том, что они должны быть заметные прежде всего, но в охотную группу очень важно, чтобы не было порога. К сожалению, в храмах везде у нас пороги. Значит, когда говорят о том, что там вода не затекает, когда говорят о том, что там ветер дует. Сейчас очень много интересных такие системы есть, вот антипороги называются, которые позволяют закрывать практически любые дырки. Они не только встроены сюда, они могут в пол встроены. То есть они, разные варианты есть, но работают они достаточно хорошо. Это не электрика, механика, там специальные штук есть. Когда дверь закрывается, штук нажимается, в этом случае в створе двери самой, и порог идет вниз, а потом идет вверх и обратно, и все. Ну и вот такой элемент хотел показать, как считать вот эти 90 сантиметров двери. Мы говорим, 90 сантиметров это световой проем, это не ширина дверного полотна, а это световой проем, который остается в случае, если я вот еду в этом управлении. Если у меня здесь ручка находится, а часто здесь ручка, тогда надо от ручки считать дверью в том числе. То есть это место для проезда, а не ширина полотна. Если 90 сантиметров в данном случае, то ширина всего проема должна быть ну порядка где-то метра, потому что еще сама дверь, еще коробка дверная. Для того, чтобы преодолевать разные случаи, когда уже, так сказать, что-то сделано, есть много разных интересных приспособлений. Вот я показываю в том числе, например, это не является пандусом, но это что-то, что позволяет, по крайней мере, лестницу превратить на какое-то время в пандус и при чьей-то помощи, так сказать, закатиться туда. Ну как палеотив, палеотивное решение. Есть вот такие дорогие для дорогих храмов, там для объектов исторического значения скрытые подъемники, которые я вообще не вижу. Я когда захожу в храм, а если внутри еще есть ступеньки, то вот их преодолеть внутри ступеньки очень тяжело. Тогда можно пользоваться вот такими скрытыми подъемниками. Но есть лестницы, которые также формируют, также вот они превращаются в подъемники. Ну цена таких подъемников довольно значительная, но если это объект исторического наследия, вот такого, так скажем, важных храм, центральный, кафедральный, наверное, можно подумать над тем, чтобы не портить его пандусом, а использовать вот такие вот элементы обустройства. Вот подъемник, это лестница, которая превращается в подъемник. Вот с правой стороны платформа, она ходит вверх-вниз, а когда она в нормальном состоянии, она может... Можно даже вот этого элемента не делать, просто на пультике, где-то вот здесь располагается элемент управления, подъехал колясочник, а вот здесь вот лежит тот же камень, который и везде, потому что его почистили. То есть я один раз находился на таком подъемнике, и говорю, а где же подъемник, когда я первый раз стоял? Я говорю, вы на нем стоите. Ну вот наши коллеги из Европы, это в Дрездене, Фрауэнкирхе, вот они вместо пандуса пользуются вот такими вещами, потому что пандус для того, чтобы подняться на один метр, нужно где-то порядка двадцати метров в наклонах поверхности, плюс промежуточные площадки, но все-таки, наверное, удобнее пользоваться какими-то элементами, которые среду не деформируют. Но это то же самое. Вот объекты исторического наследия, храм Святого Иоганна Бадж Пандаун 13 века, почти как по караванной нырле у нас. Вот, они тоже рассматривали вопрос, вот это новодел, но они вот так, тем не менее, вписали довольно аккуратно пандус, так сказать, стоит уже много лет, все пользуются им. Вот так пример просто как лифт вписывается, не нарушая, так сказать, пространство храма, а дальше дверь закрывается и как бы он замаскирован полностью, так сказать, там под храмом. это не будем. Значит, я хотел проиллюстрировать вот свои слова о контрастах как важном элементе обустройства окружающей среды открытых пространств. Вот на двух примерах показав, что вот это, я не знаю, у нас есть возможность диалога, нет? Нет? Ну, это как бы, я смотрю вот на этот предмет сверху, значит, вот так я вижу, я вижу, так видят люди, у которых примерно где-то минус 8 зрения, а на самом деле это вот такая вещь. Значит, то же самое вот в дождь, допустим, вот что это такое? Вот я взял, что это такое, нанес вот линиями места к краю ступени. Вот для этого разные люди думают о том, что делать с этими краями ступени. Вот, например, в Венеции они подходили к адаптации исторических лестниц вот таким образом, что подставляли сюда, я вот уже приводил такой графический материал по краям ступени, это вот фотографии просто. Подставляли сюда еще один камень, таким образом отформировались края ступени в Венеции довольно успешно. Вот так вот в Берлине поступали, когда выкладывали лестницы, допустим, сюда вставляли такие специальные камни или подставляли камни с этой стороны, но с тем, чтобы как бы у меня как бы читаемый был, так сказать, путь движения, чтобы я как бы не сомневался. Место отдыха, ну вот так условно мы обозначали этот другим цветом или какой-то другой поверхностью, но если подходить к этому так более наочно, то это прежде всего карман размером не менее 150, где находится обязательно место отдыха с навесом с каким-то или без навеса, вот это дренажная решетка, но это как бы опять-таки такой максимально идеальный вариант, который просто нужен в голове иметь и сесть такая возможность, лучше так делать. Это тактильная поверхность, которая обозначает, что здесь будет это место отдыха, фонарь, урна, все как бы это оборудование. Ну и два слова, или уже не надо два слова? Два слова хотел сказать о таком важном элементе, как санитарные узлы, потому что он для, ну он всем нужен, но инвалидам он особенно нужен, просто в силу ряда специфических особенностей, они нуждаются постоянно вот в этом элементе. Ну в санитарном узле довольно они разнообразны, казалось бы, но главный вопрос в том, чтобы туда заезжала коляска и я мог развернуться внутри санитарного узла. То есть все предметы, которые стоят на полу, если мало места, лучше не использовать. Это подвесной унитаз должен быть, это раковина должна быть без сифона или со скрытым сифоном. Вот эти вот элементы, они как бы отбирают пространство. Вот здесь вот я показываю просто как коляска сюда подъезжает и вот скрытый сифон вот этот, он достаточно удобен, он позволяет, собственно говоря, выполнить функцию. Потому что если бы здесь был сифон, тогда у меня коленки упираются в сифон. Сейчас есть очень много интересных элементов, которые помогают людям и инвалидам разного возраста пользоваться. Например, это лифты для унитаза, лифты для раковины такие же есть. То есть каждый человек может под себя, так сказать, если ребенок или маленький человек, или большой человек подладить, так сказать, вот это место для, ну порядка 15 сантиметров, но этого достаточно для того, чтобы как бы все проблемы решить. Ну это вот более сложный санитарный узел. Вот. Ну из таких вот санитарных узлов, которые ну в храмах то, что я видел, вызывают, так сказать, восхищение, ну это вот допустим вот этот санитарный узел. На что есть надо обратить внимание? Ну прежде всего на то, что во-первых есть спинка, потому что если человек не может сидеть, то естественно на санитарном узле тоже не может сидеть. Во-вторых есть здесь поручни с кнопкой с моего унитаза вот здесь. Потому что, ну я не знаю, нужно быть эквилибристом для того, чтобы нажать кнопку с моего унитаза сзади, тем более если я пересел на коляску, дотянуться уже невозможно до нее. Это системы вызова, ну вот другой вид того же санитарного узла. Вот это вот скрытый вот эти вот сифон, так называемый. Это наклонное зеркало, потому что не видно себя. Либо надо зеркало полностью до низа делать, либо вот такое наклонное, которое делается. И разный урод системы и кнопки вызова персонала. Например, вот простой вариант. Ну в среднем где-то раз из десяти случаев люди, когда пересаживают с туалета на коляску, они падают. Как он может на помощь позвать? Значит он должен за что-то дернуть или на что-то нажать, чтобы к нему пришли. Соответственно дверь туалета всегда должна открываться наружу, и она всегда должна иметь возможность, чтобы кто-то, кто хочет оказать помощь, мог прийти и ее оказать. Поэтому либо это ключ, либо кнопка с внешней стороны открывания вот этой туалетной двери. Да, вот эти скрытые сифоны. Потом электронные замки открывания и закрывания самой двери. Потому что когда я уже отъехал, чтобы не дотягиваться мне, я могу кнопочку нажать, тоже дверь там открылась. И обязательно дверь должна иметь доводчик, который обеспечить мне задержку открывания двери. Потому что если я зашел, это касается входной группы, меня сзади еще доводчик ускоряет, то это мой заход будет как бы не таким спокойным и красивым, какие есть. Ну вот, я был во многих монастырях европейских, но санитарная часть хорошо проработана везде. Это так я просто показываю. И из санитарных узлов я хотел бы обратить внимание на то, что поручни, которые обнимают тоже очень много места, а как правило, когда старые помещения, это ключевой вопрос. Вот сейчас очень много разного рода изделий, у которых есть встроенные, интегрированные прямо в саму раковину поручни, которые не требуют специально отдельно каких-то внешних элементов, создающих дополнительную опору. И как бы ими удобно и комфортно пользоваться. Лифты много часто ими пользуются. Есть лифты для каждого уровня ступени, разные, так сказать, подъемники на 5, на 10 сантиметров, на 20. Вот это вот монастырь Атальва Бергау около Мюнхена. Это временные кабинки, для них не нужен никакого специального фундамента, они просто ставятся и все. Значит, есть вот такие варианты выхода из положения, когда разные уровни внутри храма. Это тоже временные конструкции, но они изящно как бы сделаны. И вот напоследок я хотел показать очень красивую систему специальных плиточек таких вот, которые укладываются на пол, которые формируют в период, когда там мрак, или в период, когда тушится свет, так сказать, основные, так сказать, ориентиры внутри храмовых территорий. Сейчас их достаточно много. Это и полоски, и круги, и так далее, и так далее. Они очень корректно вмонтируются обычно в пол. То есть в обычное время мы не можем понять, что это такое, но они накапливают свет, и потом как бы их отдают. Уровень освещенности тоже можно регулировать. Он может быть разным. Это может быть задавать это реостатом даже. Вот такие есть варианты. Ну, это как бы уже тюнинг как бы. Вот, пожалуй, все из тех вот вопросов, которые мне хотелось осветить здесь. И я благодарю вас всех за внимание. И если я еще подготовил презентацию с типовым оснащением храма, вот, но чувствую, что времени у нас уже нет. С типовым оснащением имеется в виду просто то, что те проекты, которые делали. Вот мы выбрали один из проектов, и вот все-все, включая плиточки, включая крючочки, включая все, что в сангузел входит, там трапы и прочее, прочее. Вот такой подготовили, как бы, большой перечень табель оснащения, как бы, храма элементами доступной среды. И материала, и оборудования имеется в виду, да. Давайте мы ответим на вопросы. Да. Вам видно? Каким материалом лучше покрыть панду, чтобы он зимой не покрывался слоем льда, чтобы не было скользко? Значит, в нормах есть рекомендации о том, что панду должен быть накрыт. Есть рекомендация, должен быть накрыт крышей какой-то. Вот, я понимаю, что это целая история. Вот, поэтому я могу по опыту сказать, что если это какие-то шершавые поверхности, то убрать снег с них невероятно с пандуса. Если это поверхность полированный гранит, там, или что-нибудь в таком духе, даже летом в дождь ходить невозможно. Поэтому обычно он пользуется не полированными, не шлифованными плитками. Ну, мне кажется, что тротуар, с моей точки зрения, тротуарная плитка является такой, наиболее, таким, всепогодным, как бы, элементом, который и убирать легко, и который, ну, достаточно не скользкий для того, чтобы пользоваться в летнее время. Ну, вы поймите правильно, что, в любом случае, все элементы и территории, так сказать, которые при храму, они требуют ухода. То есть, если нет ухода, то ничего работать не будет. То есть, это, в любом случае, нужно их, как бы, убирать. На местах, кому вращаться для оснащения помещений в удобной среде. Где-то есть специалисты? Значит, вот в книге, которую мы выпускаем, там, вот будет содержаться, так сказать, там, какой-то набор организаций, которые этим занимаются, вот с нашей точки зрения профессионально. Но в каждой области есть, во-первых, местные организации Всероссийского общества инвалидов, которые сейчас довольно активно в этой области работают. Организации общества слепых. И есть, ну, еще раз хочу подчеркнуть, что, если я инвалид, это не значит профессия, как бы, да? То есть, это просто я могу какие-то свои личные требования сложить, вот личные себя. А кроме меня еще есть десятки других видов инвалидов, и категории инвалидов, и просто людей. Поэтому надо обращаться к людям, которые имеют какую-то профессиональную подготовку в этой области, и которые, соответственно, являются здесь специалистами, а не просто инвалидами. Но такие люди, они сосредоточены либо в специализированных организациях, которые занимаются проектированием вот такого рода работ, либо при инвалидных организациях есть такие вот структуры. Ну, в крайнем варианте это органы там социальной защиты, которые вот только в нашей стране, кстати, больше нигде занимаются, с вопросами адаптации среды для маломобильных групп населения. Но там специалистов, как таковых, нет. Ну, просто там есть люди, которые этим как бы много занимались, и могут какую-то посильную помощь как бы оказать в этом отношении. Ну, я думаю, что Вероника скажет, наверное, что отдел тоже как бы не стоит в стороне от этого мейнстрима и пытается сформировать какое-то экспертное сообщество внутри, значит, нашей русской православной церкви, которая бы занималась вот вопросами создания доступной среды именно в храмах. Это правда? Это правда, Сергей Владимирович. И вот Сергей Владимирович один из таких экспертов тоже, который подключается к разным нашим просьбам, если у нас они есть. Когда вам кто-то говорит, что храм невозможно приспособить для маломобильных групп населения, не верьте, может приспособить любой храм, любой храм. И важно очень в этом случае, я бы сказал, делать проекты такого приспособления, потому что именно те, кто занимается проектированием этой работы, они могут подсказать, как это может быть максимально эффективно, дешево и как бы интересно с точки зрения того, чтобы сохранить обстановку, атмосферу, так сказать, храма. В этом отношении, когда приходишь куда-то и говоришь, что купить? Да надо перед тем, как купить, еще понять, что нужно купить. Для того, чтобы понять, что купить, нужно подготовить маршруты движения, нужно понимать, какие инвалиды сюда приходят, сколько их приходит. Там очень важный вопрос, когда мы говорим о доступности храмов, это вопрос эвакуации инвалидов в период, если там пожар наступает, или какое-то, так сказать, другое бедствие. Потому что одно дело, когда мы рассчитываем мероприятия по инвалидам на одного человека, на двух человек, это как бы один вопрос. Если там их приходят десять, это другой вопрос. Сто там еще третий вопрос, к примеру. Поэтому, на самом деле, без проекта, с моей точки зрения, адаптировать довольно тяжело. Проект можно отдать потом на экспертизу прислать, можно его, так сказать, посмотреть внимательно. А если что-то сделано вот так со слов, потом приезжаешь часто и понимаешь, что деньги потрачены напрасно. Их и так мало. Поэтому я хотел бы просто пожелать искать дни экономки на проектах. Ну вот еще вопрос. В епархиях сейчас можно найти таких людей? Таких людей найти можно в епархиях и в ваших городах. Сергей Владимирович про это говорил, да? То есть, во-первых, через общественные организации инвалидов, через какие-то архитектурные центры. И плюс вот в некоторых епархиях сейчас создаются прямо в епархиях, да? Отделы, строительные отделы, архитектурные отделы, где все-таки люди, которые получали специальное архитектурное образование, они должны знать все эти нормы. Ну и плюс мы вам рассказываем это же тоже для того, чтобы вы потихонечку в эту тему вникали. И, соответственно, тоже эти все нормы изучали и могли с этим работать. И вопрос еще один. Как в старое время обходились инвалиды без всего этого? А может, люди будут помогать вокруг инвалиду? Тогда и люди будут вовлечены в помощь им. Но я считаю, что одно другого не умоляет. Как в старое время обходились люди без всего этого, но так и обходились. Просто мало, во-первых, инвалидов было. Кто-то в храм вообще не ездил из-за этого, потому что он просто туда попасть не мог. И сейчас многие не могут попасть в какой-то конкретный храм, в который они хотят попасть, где расположены мощи того или иного святого, или привезли какую-то почитаемую икону. Просто не могут попасть, потому что нет такой возможности. А людям, конечно, нужно инвалиду помогать. Кто же говорит, что это нельзя? Потому что, еще раз говорю, мы ведь рассказали про идеальные условия, но, как правило, у нас необорудованная территория до того, как приехать в храм. Потом инвалиду в первую очередь нужно каким-то образом выйти из своего дома и добраться до храма. И в этом тоже нужна часто помощь прихожан, потому что во многих зданиях, тем более старых, нет просто ни лифтов, ничего. Поэтому то и другое жизненно необходимо. Нужно и оборудовать храмы, безусловно, и плюс помогать тем, чем мы можем. Вот, ну вот сейчас, да, у нас еще презентация одна, мы сейчас посмотрим, потому что как раз вот эти проекты, они могут быть вам интересны, могут вас навести на какие-то идеи. Ну, я хочу сказать, что вот это, ну, где-то лет десять назад тут появились так называемые лифты в самонесущих кабинах. То есть самонесущая кабина, она может приставляться к чему угодно обычная. Для нее не надо фундамент. То есть два на два метра подушка какая-то 20-сантиметровая. Обычные перекрытия, они как бы стоят. Вот это сейчас фактически один из таких основных элементов для того, чтобы обеспечить вертикальную мобильность внутри зданий. Но для этого надо найти соответствующую точку. А на открытой площадке, если перепад, так сказать, там, скажем, полтора метра, два метра, часто очень храм, вот, допустим, в Пятигорске видел, они на наклонных поверхностях стоят, там очень здорово преодолевать их вот с помощью таких вот, такого рода платформ. Платформа от лифта отличается тем, что у него платформ нет кабинки. Значит, и она такой как бы облегченный вариант, более дешевый вариант лифта. Хотя лифт, конечно, вот этот вот вариант тоже лифт, здесь сверху создаётся вакуум, и лифт, как бы, подсасывается на нем. Это так, экзотика, просто для общего развития. Это вот варианты внутри домовых лифтов для... Как покрупнее сделать? Это вот варианты кабин для преодоления одного метра, двух метров, такого рода, маленьких, которые встраиваются внутри лестницы там даже... Ну вот это как раз лифты, наверное, которые могут быть в храмах-памятниках архитектуры, да? Вот примерно. Какие-то невозможно... Это я показывал. Вот попутно ещё задам вопрос, спрашивают, если храм-памятник архитектуры, изменения в архитектуре возможны или нет? То есть, государственное памятник архитектурное и государственное значение. Значит, если храм является памятником истории, культуры, культурного, исторического архитектурного наследия, да, то в этом случае есть алгоритм поведения по отношению к преобразованию внутри этого храма. Ну, а это следующее. Нужно обратиться в органы, которые занимаются охраной памятников, получить от них заключение о том, что является предметом охраны. Потому что я хочу подчеркнуть, что когда мы говорим, что всё здание является объектом охраны, ну, я даже таких и не встречал. Обычно какие-то элементы, части отделки, часть сводов, какие-то проёмы, какие-то элементы декора. И вот надо видеть полы где-то да, где-то нет. Значит, вот надо видеть перед собой, что является предметом охраны. Исходя из того, что является предметом охраны, как бы дальше действовать. Но даже если всё является предметом охраны, то сейчас вот международное сообщество выработало уже определённый принцип адаптации и таких, так сказать, храмов, и таких исторических зданий. Ну, для этого тоже нужны специалисты, но уже, так сказать, более высокого класса, чем обычные. Ну, я могу так для примера сказать, что, допустим, если невозможно обеспечить обычную доступность храма, то формируется какое-то дополнительное пространство, либо подземное, либо рядом с ним. Это пространство может быть объём какой-то, либо заметный, либо незаметный, либо стилизованный, так сказать, под сам храм и прочее, прочее. Если, так сказать, нельзя трогать какие-то элементы лестниц, то делаются какие-то дополнительные поверхности над ними для прохода, ну и так далее. Ну, много очень приёмов, много очень приёмов. Какая-то усиленная информационная поддержка, естественно, в таких местах должна осуществляться для того, чтобы себе представлять, так сказать, куда идти. Если, так сказать, нельзя зайти, то хотя бы можно было визуально, так сказать, там понять, где-то не было и прочее. То есть это вопрос, который в каждом конкретном случае решается, но он решается. То есть здесь, как главное, всё-таки это желание. Если есть желание как бы его решить, я думаю, что всегда найдутся и возможности, и средства как бы это сделать. Ну, вот это я показываю, эти мобильные лестницы, аналогичные тому, что я показывал раньше, так сказать, там по храму. Вот это лестница-трансформер. Она вот пускается, поднимается вверх, а в обычном варианте она используется просто как обычная лестница. И понять, что это подъёмник практически как бы невозможно. Вот тоже вопрос спрашивают, что это всё оборудование импорта или что-то в России можно купить с такого оборудования? Ну, вот эти конкретно лестницы, да, их делает Дания, но их привозят сюда по частям и как бы собирают. Нет, что-то есть у нас, лифтовая часть, она вся у нас есть практически. Подъёмники скрытые у нас не делают, делают иностранцы. Но скрытые подъёмники – это штучное производство под конкретные размеры. Лестницы – это серийное производство, поэтому её можно покупать, но она сюда завозится. Есть обслуживание этих лестниц, надо, чтобы кто-то ещё обслуживал потом. Значит, это я показывал, да. Вот эта вот система, вот эта информация, система, значит, связи с диспетчерскими пунктами сурдопереводчиков, они сделаны в антивандальном режиме, то есть их нельзя ни молотком, ни чем, так сказать, там, практически разбить. Это информаты, да. Вот это вот такие маленькие телефоны с экранчиком, зачем они нужны? Когда глухой, так сказать, хочет с кем-то поговорить, телефон превращает речь в текст, и он как бы видит текст, читает его. Вот очень много, обычная потребность – это вот в таких вот мнемосхемах, таблички, которые существуют разные. Я хочу сказать, что цвет таблички, он обозначает разный, потому что вот храм полностью доступен для всех категорий инвалидов, это вот зеленый цвет, вот это только для колесочников, ну и так далее. Значит, вот здесь у нас, ну, примерно, вот мы так прикидывали, это световые табло с бегущей строкой. Ну, вот мы говорим о том, что, в принципе, это можно использовать, допустим, при службах, располагая такие, так сказать, элементы в пределах визуальной видимости, да. Глухих людей, если нет сурдопереводчика. Если нет сурдопереводчика, да. Как вынужденную меру. Да. Ну, вот это вот мы сделали такую примерную, значит, смету, сколько стоит. Ну, это очень тюнингованный и по максимальной комплектации санитарный узел. Вот он состоит из 13 крупных позиций, а каждый из них состоит еще из мелких позиций. Ну, примерно, вот мы вот в таком люксовском варианте оценили это в 340 тысяч рублей. Ну, вот унитазы, я еще говорил, что без. Ну, это, как правило, инсталляция, и обязательно не те, которые стоят на полу. Потому что эти вот сантиметры, для того, чтобы ноги пронести, они экономят вам большие сантиметры на стенках. Значит, это лифт, да. Значит, это вот система скрытых сифонов. Скрытые сифоны. Вот есть, это большие сифоны, да. А вот это вот маленький сифон, который практически сразу уходит в стенку. Костная часть, так сказать, там в стене находится. Очень важный элемент это вот крючки и держатель для крючков. Мышка перестала работать. Мышка перестала работать. Держатель для крючков. Вот эта вот вещь, это извещатель, но они сейчас на радиоканале есть. Если я за веревочку дерну, то ко мне приходят кто-то из службы, которые находятся дежурные, и оказывают помощь. Порочни огромное количество самых разных и на стойках, и на стенках. То есть их какое-то очень большое количество. И это дает возможность, так сказать, там выбора хорошего. Мы рекомендуем там, где санитарные узлы универсальные для инвалидов, все-таки трап использовать. Потому что, честно говоря, разное случается. И если нужно там принимать душ, а часто так бывает, то для этого не кабинка нужна, а просто как бы трап в полу, соответственно, вода сразу уходит и не нужно там тратить время на какие-то другие вещи. Это вот конфигурация дверей разного рода. Порочни идеально сделаны по всем параметрам. Значит, внутри здания есть порочни металлические, есть такие дизайнерские. Соответственно, там можно бронзу делать, черный делать. Вот сейчас такой материал появился. Разных цветов совершенно бывает. Акровин называется. Он антибактериальный, он очень мелкой поверхности. Там как бы ни грязь, ничего не задерживается. Из него очень красиво можно формировать внутренние поверхности, стилизуя по цвету и по фактуре его под каждое конкретное, так сказать, там помещение, которое при этом существует. Ну и я не упомянул, я не упомянул здесь, но вот когда делаются пандусы, то есть же вариант всегда временных пандусов. Мы называем их инвентарные пандусы. И инвентарный пандус, они бывают очень красивые. Опять-таки, не обязательно они вот такие только алюминиевые, как есть показаны. Они делаются из любого материала. Но если это памятник архитектуры, то вот такой инвентарный пандус – это один из вариантов выхода. Потому что мы всегда можем сказать, что если необходимо, он может быть снят или передвинут куда-то. То есть вы не как бы нарушаете подлинность, так сказать, объекта охраны и не меняете его. Вы просто его как бы приспосабливаете для того, чтобы можно было пользоваться и иметь, так сказать, вход пандусный на там уровень в метр там или сколько там еще. Ну вот, просто вот такой. Спасибо большое. Ну, тогда, если будут еще какие-то вопросы, можно, наверное, писать их в почту. Мы постараемся с ними разобраться. Очень надеемся, что в ближайшее время наша книжка выйдет, и вы там сможете все прочитать. И она будет для вас таким руководством к действиям, потому что там размеры, габариты, все это будет указано. И вы сами даже, может быть, прочитав ее, может быть, даже не один раз, а несколько раз, уже сможете как-то ориентироваться в том, что вам нужно сделать или что, может быть, требует некой доработки в вашем храме или при храмовой территории. Благодарим Сергея Владимировича и до встречи на новых наших вебинарах. До свидания. Спасибо большое. До свидания.